Очередной скандал в Одесском национальном университете. Теперь на ИСТФАКе. Новый конфликт между преподавателем и студентом. Наша съемочная группа отправилась в университет Мечникова на исторический факультет, чтобы узнать все подробности инцидента. Мнения и студентов, и учительского состава разделились. Одни говорят, что парень спровоцировал конфликт. Другие винят во всем преподавателя. Сходят со стороны только в одном. Подобная реакция наставника недопустима. Юрий Шахин имеет репутацию человека исключительной вежливости. И подобного выпада от него никто не ожидал. Ранее в конфликтах замечен не был. И его пророссийские взгляды никогда не мешали исполнять работу. Что могло быть чуть конфликтом, я вспоминаю одного своего сокурсника, как он ему сдавал историю слов. Этот сокурсник участвовал в событиях 2 мая на другой стороне. И никаких проблем при сдаче не было. Он ему сдал экзамен и получил высший балл. Мы были свидетелями этого экзамена. История конфликта уже успела обрасти легендами. Однако факта рукоприкладства отвергнуть не может никто. СМИ пишут про то, что выкладачи так ударили в студента, что чуть не переломав руку сусідней девчине. Это и не правда. Это был обычный ляпас. Причем он пришелся не на все облички, а только зачепил по носу. Студент второго курса Андрей и преподаватель Юрий Владимирович общаться со СМИ не хотят. Не отвечают на телефонные звонки даже от друзей. Преподаватель свою страницу в социальных сетях удалил. А Андрей, который сначала согласился ответить на несколько вопросов, позже убрал функцию получения сообщения и сменил имя на странице. За разъяснениями мы обратились к декану исторического факультета. Конфликт на почве политических предпочтений продолжения не получил. Преподаватель ушел из университета по собственному желанию. Студент же продолжает учиться на факультете. Однако ни одна из сторон конфликта не хочет об этом говорить. Мишель Армат, Евгений Очменцев, Думская ТВ.